Здравствуйте! Проблема вздутия живота очень распространена в наше время. Вздутие живота и газики беспокоят не только маленьких детишек, но и взрослых. Сегодня мы эту проблему разберем на канале онлайн школы здоровья. И с вами ваша Катя, диетолог-натрициолог и проводник в натуропатию. Обязательно посмотрите это видео до конца, потому что мы разберемся с основными причинами вздутия. Первая основная причина, которая чаще всего и вызывает вздутие, это то, что не усваивается, не переваривается белок. И в результате большого его потребления мы с вами видим все процессы брожения в нашем кишечнике. А также не усваиваются и не перевариваются у нас сахара и углеводы. Поэтому в этом случае нужно работать с ферментативной функцией и разобраться, почему у нас не происходит выработка определенных ферментов и не расщепляются белки и углеводы. И в результате мы с вами получаем процессы брожения. Вздутие живота и тот же воздушный шар, который у вас появляется в отражении в зеркале, также может возникать по причине обезвоживания. Кажется наоборот, я сейчас напьюсь воды и меня вздует еще больше. На самом деле нет, обезвоживание это та основная причина, в результате которой замедляется пищеварение в вашем кишечнике. И мы можем наблюдать вздутие, поэтому обязательно соблюдаем питьевой режим и начинаем свой день с двух стаканов воды теплой натощак. Следующая важная причина, из-за которой могут возникать вздутие, дисбаланс условно хорошей и условно плохой микрофлоры нашего кишечника. Поэтому мы должны с вами следить за качеством нашей микробиоты. В этом случае нужно обязательно добавлять в свой рацион пробиотики, тем более если вы сторонник и до этого использовали для лечения большое количество антибиотиков. Поэтому нам нужно заниматься восстановлением вашей микрофлоры, чтобы избавить вас от вздутия. Наличие функциональных нарушений в кишечнике также приводит к вздутию. Какие функциональные нарушения могут у вас наблюдаться? Это синдром раздраженного кишечника, целиакия или язвенный калит. То есть те заболевания, которые уже показывают вам, что все, стоп, пора начать правильно питаться, менять свой образ жизни и становиться здоровым. Также мы должны с вами обратить внимание на запоры. Если у вас есть запор, то вы в зоне риска по возникновению вздутия. Когда люди начинают становиться зожниками, они подключают в свой рацион нужное количество клетчатки, добавляют псиллиум, но при этом не соблюдают питьевой режим. В результате они видят у себя запоры и образование вздутия. Поэтому нужно обращать внимание не только на содержимое вашей тарелки, но и на питьевой режим. Это очень важный момент. Поэтому на первом уроке школы здоровья мы с вами обсуждаем, какую воду нужно пить и каким качеством должна обладать вода. Следующая важная причина, по которой могут возникать вздутия, это скачки эстрогена во время нашего цикла. Здесь мы можем с вами и отекать, и у нас могут происходить вздутия. Непереносимость ряда продуктов является также дополнительной причиной вздутия. Непереносимость таких продуктов, как молочные продукты, глютен. Если вы потребляете в огромном количестве печенье, шоколад, сладости, блинчики на молоке, то, конечно, это все будет приводить к вздутию. Если вам интересно дальше углубиться в тему молочной продукции, то смотрите это видео и обязательно изучайте всю эту тему. Очень важно исключать из вашего рациона именно те продукты, которые вызывают непереносимость у вас. Сегодня с вами была ваша Катя, диетолог-нутрициолог и проводник в натуропатию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы дальше будем с вами разбирать тему кишечника. Поэтому в комментариях напишите, есть ли у вас вздутия, по каким причинам они возникают, нашли ли вы у себя эти причины, и мы дальше будем продолжать тему кишечника.